Ну что, всем доброе утро. Сегодня я такая на размазанном, но зато с новым термосом. Вообще, за прошедший год произошло очень много всего интересного, и мне кажется, что я бы хотела подвести какой-то итог. Но, конечно, я люблю учиться на своём горьком опыте, так что 10 лучших советов, которые жаль, что я не знала раньше. Тут я затрону тему как учёбы, работы, успеха и подобного, так и взаимоотношений с людьми, потому что, к сожалению, человек существо социальное, и без людей мы не можем, и даже надо учиться, как с ними общаться. Первая вещь, которую я вам хочу рассказать, которая для меня была открытием, это mind maps. Если вкратце, то это просто способ распределить все ваши дела и планы. В какой-то момент мы перегружаем себя всякими мыслями, идеями и подобным, и у нас просто ступор. И, казалось бы, ничего такого, но нет, на самом деле это сильно влияет на вообще наш мозг, жизнь и так далее, потому что мы не можем собраться, потому что наш мозг думает обо всём и ни о чём одновременно. Вы берёте банальные стикеры, какой-то лист бумаги, что угодно, и выписываете все мысли, которые у вас есть, все какие-то идеи, планы и так далее. Начиная от того, что вам нужно найти репетитора, заканчивая тем, что вы хотели научиться играть на гитаре, или вам нужно сделать проект до следующей пятницы. Вот прям любая малейшая идея, которая проскакивает у вас в голове, вы её записываете. И просто выписываете их на протяжении какого-то времени. Обычно у меня это занимает прям несколько дней. Потому что если вы так усердно сели, вы обычно не вспомните половину, а потом, пока вы там гуляете, чем-то занимаетесь правильнее, убираетесь, вы вспоминаете всё, что вам нужно сделать, и каждый раз записываете. После чего вы заседите за этот огромный список вещей, которые вы хотели сделать, и начинаете реально их разбирать в контексте, что я успею сделать, там, типа, мне на это нужно пять минут, на что мне нужно несколько часов, на что мне нужно, там, типа, несколько дней. Также вы их распределяете по срочности, и просто открывая свой какой-то ежедневник или полуайм на месяц, пытаетесь их куда-то вставить в расписание. Вот прям берёте и эту идею превращаете в действие. Если это что-то длинное формата, научиться играть на гитаре, то вы там записываете себе поискать гитару, найти преподавателя, посоветоваться с друзьями, и прям выписываете действие и конкретную дату или время, когда вы собираетесь это сделать. Тем самым вы разгружаете свой мозг до такого состояния, что вы можете думать только о тех вещах, которые вам нужно сделать сегодня, потому что все ваши дальнейшие планы и дни распланированы. Естественно, если что-то не получается сделать вовремя, вы просто это переносите, но не то, что типа, «А, сделаем завтра», а прям конкретно ставите, если вдруг у вас что-то случилось. Также тут, наверное, можно затронуть тему, что продуктивность не равно эффективность. То есть, прикладывая огромное количество усилий, не всегда вы будете суперэффективны. «Да, это продуктивность, все дела, работаем, встаем в 5 утра, вот это road to the dream» и так далее. Но нет, всегда какие-то действия можно делегировать и отдать кому-то, чтобы этот человек сделал за вас. И в этом нет ничего такого. Условно, у меня в онлайн-школе есть предмет, как химия, который я понимаю, что я не вывезу и не сдам ни при каких обстоятельствах. И вместо того, чтобы пытаться его учить на протяжении кучи времени, мне проще заработать денег заплатить человеку, который разбирается в этом на 100% и который решит для меня контрольную, там, аттестационную на 5%. Естественно, это работает, если это не идет в ущерб мне и моему саморазвитию, но в случае химии, которая мне не пригодится, думаю, пример понятен. И тем самым я освобождаю у себя кучу свободного времени, нервов и подобного. Мне было очень интересно узнать от своего отца такую штуку, что многие бизнесмены и, в принципе, успешные люди, которые открывают свои компании, они не гении. Они не знают всего того, что делают их подчиненные. Они знают в 10 раз меньше. Просто они правильно умеют распределять время, способности и всех контролировать. И вот суть в том, чтобы ваше детство было максимально эффективным и затрачивало как можно меньше ресурса. И на самом деле в этом и есть кайп жизни. Не надо упахиваться до последнего, чтобы даже тот результат, который у вас был, ощущался как просто камень с души и так далее, потому что не в этом прикол. Кстати, насчет многих вещей, которые я тут буду использовать в плане косметики и, в принципе, даже кофта, в которой я сижу, то они с Wildberries. И вообще, меня часто спрашивают, где я нахожу те или иные вещи. Я вам готова посоветовать просто офигенную штуку. Это телеграм-канал, в котором выкладывают всякие скидки на Wildberries до 90%. Плюс, если вы уже соскучились по всем брендам, которые нас недавно покинули, типа Ikea, H&M, Zara, Nike и подобное, то они выкладывают очень крутые аналоги. И это прям как целая рубрика. Так что обязательно оставляю ссылку на VB-снайпер в описании. Я думаю, что это тоже одна из полезностей, потому что экономить денежки я явно люблю. И следующее, что я хочу затронуть, что я не понимала раньше. Я всегда надеялась на кого-то другого, планируя свою жизнь, планы, действия, дела и подобное. А потом в какой-то момент я поняла, что это вообще делать нельзя. Планируете свою жизнь, только основываясь на своих интересах, на своих силах и на своих возможностях. Тем самым вы никогда не будете биться в разочарованиях и непонимании, почему что-то не так произошло. Это начинается от учёбы, что когда вы выбираете, например, университет, вы основываетесь на том, куда поступают ваши друзья. Что на самом деле не так круто, если особенно вам не нравится одно и то же. И поверьте мне, оно того не будет стоить. Потому что каждый человек живёт сам для себя и выбирает то, что ему нравится. И в любой момент человек может уйти или сказать, блин, прости, я не хочу. Или в принципе может произойти что угодно. Поэтому опираясь на других людей, принимая какие-то решения в своей жизни, вы очень сильно вообще теряете безопасность и какую-то стабильность. Потому что, по сути, это решение было не полностью вашим. И очень важно себя от этого отучать. В первую очередь идёте вы, потом весь мир остальной. И это важно, это не эгоистично. Теперь давайте обсудим что-то более такое жизненное. Наверное, первый совет, который мне дал 2023 год, это... Я бы сказала грубее, но, пожалуйста, отвали от себя и от своего окружения. В какой-то момент мы начинаем передавливать, пытаясь контролировать всё вокруг, пытаясь контролировать жизнь других и ожидая от них чего-то. Но, поверьте мне, это ничего не стоит того и приводит только к плохим последствиям. Лазит себя корить за то, что вы делаете что-то не так, потому что если вы так делаете, то значит вы на это способны, и это ваш максимум. Ничего не должно идти из-под палки. Из-за чего, например, когда мы давим на людей и просим их сделать что-то, и они это делают, знаете, так, типа... Ладно, так уж и быть, я это сделаю. Ты не чувствуешь то вот приятное ощущение, что этот человек захотел для вас это сделать. Ты просто на него надавил, и ты чувствуешь вот это вот ощущение из-под палки. Поэтому реально отпустите это и примите этот факт. Единственный раз вы можете сказать, что вас что-то не устраивает и так далее, если вас не слышат, поверьте мне, значит вас не услышат потом. Потому что проецируете сразу же всё это на себя и понимаете, что если бы вам какой-то супер близкий человек хотя бы один раз сказал свою просьбу, я думаю, что вы бы её сделали. А если бы вы её не сделали, значит вам всё равно. Но это не значит, что вы её не услышали. Заявляя о каких-то проблемах или, в принципе, в любом конфликте, говорите через конструкцию «я». Вообще эта конструкция «я» для меня была просто поражением и чем-то новым, потому что я никогда не обращала внимания на то, как мы вообще разбираемся, когда у нас происходит какая-то ссора или, не знаю, перепалка, обсуждение каких-то взаимоотношений. Но оказывается, это очень крутая штука. В чём суть? Человек не любит слушать критику в свою сторону. Ну вот хоть убейся, ему не нравится слушать критику любому человеку. Особенно если он реально виноват. Да и, в принципе, люди не любят воспринимать чужую критику. И поэтому, если вы в ссоре скажете «Ты не уделяешь мне достаточное внимания», то тем самым вы ещё больше отдаляете человека от себя. Естественно, вам это не надо, потому что, ну, в любом случае, если вы ссоритесь или пытаетесь как-то разобраться, то вам не всё равно на человека. И если вы хотите разобраться и при этом не поссориться ещё больше, то попробуйте всё говорить через конструкцию «я». Например, вместо того, чтобы сказать «ты меня не любишь» или «ты мне не уделяешь достаточно внимания» или «ты меня не ценишь», ты говоришь «сейчас почему-то я себя чувствую очень ненужной и нелюбимой. Я не знаю, как с этим справиться и почему я так себя чувствую. Может быть, мы как-нибудь попробуем с этим справиться». То есть вы как бы просто говорите о себе и о своём внутреннем ощущении, не перекладывая всю вину на человека, перед которым вы сидите или там разговариваете. Поверьте мне, на 70% человек больше пойдёт к вам на контакт, если бы вы просто сказали «ты меня ненавидишь», «ты меня не любишь», «ты меня вообще всё». Дальше, наверное, такой подпункт, который вылезает из этого, что вообще обида — это супер бесполезное чувство. Вы можете обижаться только на себя и на свои какие-то неоправдавшиеся ожидания от человека. Например, вы ждали, что человек вам напишет, а он вам не написал. Обижайтесь не на человека, потому что человек поступил так, как он хотел. Вы почему-то как брошенка сидели и ждали, что он сам напишет. И это, опять же, отстаньте от человека и просто примите это как факт. Окей, не написал, ну и фиг с ним, я занимаюсь своими делами. И тогда, поверьте мне, с вами будет гораздо комфортнее общаться. И у вас гораздо больше останется целых нервов, потому что обида — это реально бесполезное чувство, которое забирает кучу нашей энергии и кучу сил. А я опаздываю на французский, поэтому я вернусь к вам через час и продолжу краситься и говорить какие-то советы. Мне кажется, я их дала. Я не помню, я не считала, сколько я их сделала. У меня уже прошел целый час французского языка. Очень такая классная штука насчет вашей самооценки. И, в принципе, дело не в вас. Люди часто ищут проблему в себе. И на самом деле это хороший метод, когда говорят, что вот. А ищите проблему только в себе, потому что только тогда вы сможете всё изменить, потому что вы не можете изменить других людей. Но в этом-то и суть. Вы не можете изменить других людей, изменить их поведение, взгляд на мир и внутренние какие-то проблемы и переживания. И если вы чувствуете себя нелюбимым, находясь каким-то человеком, или ненужным, или ещё каким-то, это дело не в вас. Вообще суть в том, что человек делится тем, что у него в избытке. И если у вас в избытке большое количество любви, вы захотите её отдавать другому человеку. А если у вас большое количество комплексов, каких-то зажимов, каких-то страхов и подобного, это единственное, что вы можете передать другим. Поэтому очень важно выбирать окружение, потому что именно оно влияет на то, что вы получите. Поэтому очень важно понимать, что если человек к вам не выражает того, чего вы от него ждёте, это не потому что вас дело, а потому что в человеке в самом этого нет. И надо это просто принять и понять. К сожалению, к другому человеку в голову мы залезть просто так не можем. Зачастую люди перестают выделять и говорить кому-то, что они кого-то любят и так далее, говоря, что типа вот, я не хочу показывать это, потому что он это, наверное, не ценит, и потому что, например, мне важна моя гордость. Суть не в гордости. Если вы полны этой любовью, вы полны силой помогать кому-то, вы хотите что-то сделать хорошее, делайте. Не надо это убивать или скрывать, это только хуже делает. Однако цените вот эту свою энергию, и если человек не даёт вам ничего взамен, а это тоже такой, знаете, взаимообмен, то просто оправьте это на другого человека или ещё лучше на себя. Вообще я поняла для себя такую штуку, что для меня сейчас стало безумно важным, чтобы мне было интересно наедине с собой собой. И тогда пропадает полное ощущение одиночества. У вас просто его нету, потому что если человеку хорошо и с людьми, и самому по себе, то это просто идеально. Так что следующий совет — станете интересны для самого себя. Если вы будете интересны самому себе, то другие люди тоже найдут вас. Это что-то интересное, и потянутся к вам сами. Так что изучайте для себя что-то новое, открывайте, пытайтесь спрашивать что-то, углубляться в какие-то новые темы, смотрите интересные видео и фильмы, ходите куда-то. Если вам не нравится ходить куда-то одному, то берите кого угодно, какая разница? Вы это делаете в первую очередь для себя. Мы живём для себя, любим для себя, дружим для себя, чтобы нам было комфортно, чтобы нам было хорошо. И это не эгоистично, это просто так, как должно быть. Вы в любом случае всегда находитесь рядом с собой. Так сделайте этого человека самым крутым, самым интересным, самым блестящим и самым счастливым, чтобы к нему ценились люди, и вы сами хотели всё больше и больше времени проводить с собой. Потому что это помогает вашей внутренней стабильности, самооценке и, в принципе, всему остальному. Потому что зависеть от людей — это очень-очень тяжело. Последнее, что я хочу вам сказать, что не бойтесь никогда менять свою деятельность. Это нормально, когда у вас меняются интересы, это нормально, когда вы пробуете что-то новое. И даже если вы всю жизнь танцевали, ходили во всякие танцевашки, и вдруг вы такие, типа, блин, ну что-то меня это уже не так заводит. Вообще не парьтесь, и просто попробуйте что-то новое. Вот этот вот шаг чисто попробовать по фану, вот это то, что надо. Потому что вы себя можете найти абсолютно в другом деле, и это будет вполне хорошо. То же самое с работой, с образованием, да что угодно. Никогда не поздно всё поменять и передумать. Нет смысла упахиваться на том, что не пронавосит вам кайф, если вы понимаете, что потом это не станет чем-то снова. Таким, вау, просто сделайте прерыв, подпирайте себя на что-то другое. Для этого я сама для себя завела, что у меня работа, заработок и, в принципе, хобби мои, у меня совмещенные, они из разных сфер. Условно, я пропадаю английский язык, я веду блог и занимаюсь дизайном, это разные сферы, и когда мне наскучивает что-то одно, я перехожу больше на другое. Тем самым, у меня всегда есть подстраховка того, что если я вдруг прогорю в одном деле, у меня будет другое, и я не перегораю, думая, что моя жизнь монотонная, потому что у меня есть разные занятия. Но для этого надо много пробовать и, в принципе, развиваться. Так, всю косметику, которую я сегодня использовала, я оставлю себя в инсте, в актуальном косметике, или что-то подобное. Так что обязательно посмотрите, я там вообще очень много рассказываю про свою жизнь, про то, как я учусь, работаю, кто не знает, я экстерном сдаю 10-11 класс. На самом деле, у меня такой простенький макияж получился. И, наверное, единственное, что я хочу в нём дополнить, это просто добавить блёсток, чтобы было веселее. Если вы хотите послушать ещё какие-то рассуждения на какие-либо темы, то обязательно пишите мне сюда, в комментарии. Я всё вижу, я всё читаю. Помните, что вы у себя одни, вы самые лучшие, и надо, блин, не забывать об этом. Вот все говорят, вы не пуп земли, а вы на самом деле пуп земли. Для самого себя уж точно обязаны быть. А я вас всех очень сильно люблю и целую. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Муа! Субтитры сделал DimaTorzok